Мерседес С-класса начала 90-х создавался как доступная и комфортная роскошь для молодежи и простого немца, оторванного от делового мира. Владение этим прекрасным сигналом означало три слова – надежность, маневренность и стиль. По сути, вы получали танк с салоном от Е-класса и подвеской от С-класса, да при том по разумной цене. Что касается моей жабки, может сложиться впечатление, что она не стоит той краски, которая не дает ей развалиться. Но! Пять лет назад, когда она попала ко мне в кривые руки, я пообещал ей вернуть ее молодость. И в этой серии мы работаем над салоном, в котором отказывается сидеть даже эта собака, и потрепанная судьбой диской, которую я выкупил три года назад у одного пьяного таксиста на парковке. В любом случае, я надеюсь дать моей любимой машинке вторую жизнь. Получится ли это у меня, мы увидим в данной серии. Приятного просмотра! Всем привет! Меня зовут Алис Гроднев, мне 31 год. И всем нормальным, адекватным людям понятно, что с рождения вот этих мерседесов у них была одна единственная цель – сгнить нахрен. Но также всем понятно, что если поставить крутые диски, классный салон, то машина сразу же превращается из говноповозки в карету для колхозной золушки. Новыми машинами на наших дорогах уже никого не удивить, но хорошо отреставрированная классика – вот чего требуют наши сердца. И сегодня мы начнем решать вопрос с салоном. К слову сказать о салоне, его мерседес научилась делать намного лучше и долговечнее, чем кузов. Даже спустя 26 лет при должном уходе салон выглядит просто шедеврально. И мне всегда хотелось кожаный салон как в заводском АМГ, а не эту засанную тряпку. Поэтому сегодня, наконец-то, мы начнем делать салон своими собственными руками и попытаемся затратить минимум денег. Погнали! Погоди, надо же рассказать пацанам, как это все делается. Ах да, точно. Понимая, что работы будет очень много, мне хотелось начать как можно быстрее. Нас не останавливал ни карантин, ни ночь, ни плохая погода. Все ради результата, все ради бедного дырявого МС и его будущего. И тут выяснился такой моментик, что если вы захотите апгрейдить свою машинку, возраст которой может запросто превысить ваш, то тут есть несколько вариантиков. Путь первый. Действовать как дядя бой и сразу искать кожевенные салоны по всему СНГ или даже миру. Вести их, подгонять, искать варианты, может быть, от 220-го Мерседеса, париться с электроприводом. Но для этого вам нужно быть как минимум дядя боем и иметь в запасе пол куска зеленых на эксперименты. Либо быть давидочем и обратиться в модное ателье, листовать бабки с лащавым итальянским портным, радовать изысканному результату. Но для этого вам нужно как минимум уметь 1200 раз нагинаться. Но уверен, что мой колхозный канал смотрят нормальные люди, которые хотят замутить красоту по дешману. И чтобы лучше бы еще и носики осталось. Поэтому есть выходы с ободственными цыганскими чехлами из эко-кожи за 100-150 баксов. Или на разборке искать разноцветные седухи от своей модификации. По цене, на мое удивление, кстати, они оказались далеко не христианскими. При том, что выбор оказался настолько скуден, что едва ли вы найдете похожий по цвету хотя бы. Особенно мне понравился вот этот прекрасный. С фирменной печатью от продавца в виде грязного ботинка почти за 50 баксов. Ну и есть еще, кстати, одно вариантик. А именно шить кожаные чехлы своими вот этими полукривыми руками. Вот Ильюха, он сказал, что опыт у него имеется. Он уже штопал свои носки, шил себе несколько модных портков. Поэтому я со стопроцентной уверенностью доверил ему свой чудо-автомобиль. Я, короче, все это отсканирую, закину в автокад, распечатываю на красивых бумажках с сеткой. Только потом все это будет вырезаться по тканью. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. То есть ты сделаешь такое лекало для всех 202-х Медседеса? Да, можно будет хоть 100 штук потом пошить. То есть прямо вот эта работа, которая делается возле обостренной бензозаправки, это реально очень серьезное дело, да, сейчас? Очень серьезное дело. И потом будет очень много серьезных дел за компьютером. Все, я понял, братан. Это не так просто, как мы думаем. Вы задаете эти вопросы, как это делается? Да все очень просто. Скотч и маркер. И все. Делается шаблон и переносится на материал, из которого будет шиться изделие. Но давайте оставим Илюху в покое, пока он при свете ночного фонаря пытается нарисовать лекало. И перенесемся к не менее убогой части моего автомобиля, а именно колесным дискам. Кастели же у моего Мерседеса с жесткой бороздкой, все побитые жизнью, но фирмовые. Фирма АТС, которая, кстати, раньше у меня ничем не ассоциировалась, если только с популярным ранее телефонным пранком. Именно диски этой фирмы ставили на первое АМГ, их заказывал не только Мерседес, но и Бентли, Ягуар и Вольсваген. Они отлично себя зарекомендовали в Формуле 1. И я думаю, наконец-то пришло время оказать этим действительно, без сомнения, качественным и легендарным дискам достойный уход. Возможно ли покрасить дисочки по дешману с баллончика и божьей милостью? Интернет твердит, что можно. И бордатые ки***хи типа меня утверждают, что три баллончика и банка пива решат эту нелегкую задачу. И даже сам Олег Нестеров в Брест удивится тому, что колеса покрашены не в профикамере, а у нас тут у колхоза. Базару нет, могу купить три банки мать типа, грунт, саму серебрянку и лак показать вам сие представление. Но, волей, случайно у меня в гараже завалялось три неплохих пикаля для распыления красочной жижи, бедена на макулярной воздушной извесе. Блядь! Не обращайте внимания. Короче, это три обычных ебаных хороскопульта из местного строя магов. Это не блядь шурмы. И как же тут не удержаться, а покрасить в идеал моими кривулями несовместимую с жизнью. Плюс купил грунт, лак и жесткое серебро, плюс R12 с 646 растворительной... Короче, то же самое, блядь, что эти три баллончика, только больше блядь бонов для буржуа и лавэ. И шкурки там разные, 80, 180, 400. Взял на всякий случай 800 для возможной замывки грунта. Снимаем диски, моем, шкурим. Сначала 80-ка. И при том, я настолько заебался этой рукой, что не удержался сходить в магазин и, наконец, купить шлифт-машинку для читеров. Но это мне не помогло, и блядь. Продолжение следует... и ой ребят если вы начнете заниматься своими дисками то не рассчитывайте на быстрые результаты типа вот за один день под пивко я все покрашу лично я выделил один день на одно колесо при том вы видите что моя работа не может называться полностью профессиональный по причине отсутствия лишних денег на разбортовку дисков для качественной обработки и какие бы я не использовал предблуды из магазина у меня не получалось очистить все участки от старой краски хочется как-то отдохнуть от работы от этими дисками но тут пельмени стоит 8 евро поэтому они не приготовлены это совершенно не белорусский центр потом меня не выдержали нервы и мне пришлось изобрести вот это чудо и вот и и и и и и и и да ребят конечно настолько же насколько сегодня не солнечный день настолько же и тоска на моей душе потому что обычно когда я даю какое-то слово пусть даже не сразу но я обязательно вот у меня такая порода я обязательно должен выполнить свои обещания и мы вам обещали то что мы своими руками по шьем салон но к сожалению этого не произошло потому что в то время пока мы снимали это видео мы осознали то что мы похожи на каких-то первобытных людей которые придумывают элементарные вещи заново такие как сковородка колесо не знаю там велосипед зачем тратить время это будет дороже это будет сложнее и эта серия выйдет наверно через год но я же обещал что я сделаю обновление реставрацию салона поэтому я обратился в одну из местных фирм которая прислала мне вот короче вот этот чемоданчик где находится абсолютно все что нужно для моей машины это все чехлы из эко кожи под оригинальный салон тут есть абсолютно все что мне нужно включая даже облицовку подлокотников я честно говоря не специалист но единственное что я какой я бы вывод могу сделать то что швы все ровные это довольно таки достойно выглядит и я сказал что я сделаю этим ребятам прекрасному рекламу если это действительно будет хорошо смотреться на моей машине отличный день вернее остаток дня мы едем сейчас гараж делаем небольшую химчисточку и попробуем натянуть эти чехлы и посмотрим что с этого получится а Субтитры сделал DimaTorzok Ну а как же нам быть с обивкой наших дверей? Ведь она совершенно не сочетается с новым нашим салоном. И вот эта тканевая обивка, она постоянно меня бесила. Потому что как только ты ее прохим чистишь, пропылесосишь, все, она чистенькая. Кто-то возьмет со своими там не совсем чистыми руками и начинают появляться какие-то пятни. Это просто бесит. И честно говоря, я даже не планировал, но нашелся один из наших подписчиков в республике Калмыкия. Да, даже там наши подписчики с вами имеются, который не захотел публичности и прислал мне то, что действительно очень нам пригодится. Так, вуаля. Вау! Офигенно! Это настоящая мерседесовская кожа. Это настоящие вот четыре карты двери для моего мерседеса. Ой, большое тебе спасибо. Да, они немножко запылились, но это понятно. Они шли две тысячи километров до меня. Это совершенно бесплатно, ребят. Мне просто нужно было всего лишь навсего оплатить доставку. Опа! Ну, знаете, я не специалист по интерьерам 19 века, но мне кажется, что будет более правильно, если мы именно вот эту вот кожаную часть переставим на мои родные двери. Потому что таким образом вот это рыжее, ну, многие считают старомодное рояльное дерево будет отлично сочетаться с кожаными вставками. Для того, чтобы сделать это вообще в идеал, нужно полностью разбирать вот эту сложную конструкцию, которая сделана на специальном антишумном поролоне. Там она склеена, связана и так далее, и тому подобное. Там нужно быть мебельщиком для того, чтобы это все натянуть. Либо пойти более простым путем. Вон я набрал кучу клеев и момент, и контактный клеен в баллоне. Я принял решение, раз вот эта кожаная часть идет двухсоставная, отделить просто кожаную дверную карту-вставку и наклеить ее прямо на тканевую часть. Там, может быть, этот проект пойдет под откос, у меня ничего не получится, но другого пути у меня нету. Я ввязался в эту борьбу, и я не могу из нее выйти проиграшем. Поэтому давайте запасемся терпением и погнали. КОНЕЦ 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 Фух, ребята, но стоит ли много говорить? Я думаю, что вы все и так прекрасно видите. Вместо старых пылесборников в виде тряпочных сидений я получил полностью укомплектованный салон под оригинал. Знаете, полностью изменилось ощущение от машины, вот полностью, я влюбился в нее заново, сюда опять захотелось приглашать девочек Машина сразу наполнилась запахом кожи, эко, конечно, но посмотрите, какая у меня классная машина Она на газовом топливе, она на эко-коже, по-любому несколько сусликов мы-то и спасли с вами, с этой экологией, да притом за такие деньги Ребята, вот если говорить о деньгах, полностью этот салон, комплект обошелся мне всего лишь навсего, как вы думаете, за сколько? Всего лишь навсего за 120 долларов Производитель дает на вот эти чехлы гарантию 1 год, а продавец заверил, что эти чехлы запросто отхаживают порядка 5 лет и ничего с ними не происходит Но даже если вы нечаянно там порвали какой-то элемент, его запросто можно будет восстановить, перешив конкретный участок кожи Да, нужно будет уделить времени, день на то, чтобы вот установить эти чехлы, если у вас никогда не было опыта установки Может быть, как и я, нужно будет несколько раз снимать сиденья и их утягивать, потому что материал сам, он имеет свойство растягиваться, усаживаться И для того, чтобы именно вот любой человек, открывая этот салон, он не мог даже понять, что это какие-то чехлы Нужно будет, конечно, уделить свое время Но результат не заставит себя ожидать Но если вы не хотите тратить свое время, устанавливая их самостоятельно, специальный профессиональный установщик сможет это сделать за вас Всего лишь навсего за какие-то 20 долларов, за 2 часа он установит Это все с гарантией Знаете, ребят, я сижу, я ловлю себя на мысли, что я доволен как слон Я трогаю вот эти сиденья, это как кожа красивой, приятной молодой девушки И я не знаю, с чем еще это сравнить, но я вдохновил свою машину вторую жизнь И я знаю, что многие из вас тоже захотят так апгрейдить свою машину И можно заказать с любой кожи, любого цвета В общем, вы можете это уточнить у менеджера Кстати, компания, где я купил чехлы, называется Автофлай Не более 12 лет работает на этом рынке, переснащая заводские автомобили Кстати, напрямую работает с заводом Джили Они обшивают весь концерн ВАГ, это Volkswagen, Skoda, Audi и многих других Еще, кстати, компания Автофлай может быть не только интересна чехлами, которых у них большое множество Но и дополнительным оснащением, переоборудованием наших автомобилей Такие опции, как держатель для великов, автобоксов на крышу и других экзотических вещей К примеру, как тюнинг вот этого 210-го Мерседеса Полный бодикит от АМГ, все обвесы, бамперы Или, к примеру, вот 202-го Мерседеса Такие задние симпатичненькие диодные стоп-сигналы В общем, выбор на любую марку и вкус Поэтому я в любом случае 100% буду к ним обращаться Ведь впереди у нас работа над кузовом Да, кстати, специально для вас я выпросил специальную скидку При заказе салона, называя промокод «Алеис Гроднев» Вы получаете скидку 5% на любой заказ, вне зависимости от суммы И всю информацию о компании Чехлах вы можете узнать по ссылке в описании Да, и, кстати, не забывайте, что компания работает не только в Беларуси, но и по всему миру Благо транспортные доставки сейчас отлично развиты В общем, промокод и ссылочку я оставлю в первом прикрепленном комментарии к ролику Может быть, кому-то из вас пригодится Бегите сегодня для того, чтобы уже завтра кайфовать так же, как я Ах... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня чуть не оторвало колесо Прямо на дороге Вы только гляньте Смотрите Пизда ступица, пизда резьбе Ни один болт не закручивается Они прямо выстреливают на дороге Я остановился, еле-еле затолкал с центрального проспекта Надо манипулятор Даже не обычный эвакуатор Покупать ступицу, подшипники и на СТО Гляньте, вроде бы резьба есть А ни одного болта не держит Скажу даже больше Я поднял машину На големом домкрате И нарезал резьбу Я пытался ее спасти Но это не помогло Это колесо Просто держишься на одном болту Который может сделать И машина сложится И пизда всей подвески Вот так и живем Поджать там Все, спасибо А я тебя снимаю Не ожидал, да? Ленечка, почини машину Бо, меня заебало уже Ты прямо знаешь, к какому колесу ли У меня нету цифровочных шайб Это ведучее колесо Будет разрывать Да, получается Как только ты будешь там Газ, тормоз буксовать И оно получается Будет брать болты на разрыв Все, да На скручивание И оно не центрируется по центру Да, да, да Все правильно Грубо говоря У себя центрируется Только вот этими конусами Которые идут на болтах Но все равно этого не хватает Это как нагрузка большая Я понял Видишь пизда подшипник Его надо поменять Это от универсала То щит побольше То есть Если не будет вставать Надо его подогнуть Так сказали Типа он станет нормальный Это убрать Нет, датчик Датчик ABS на редукторе То есть Это старая модель То есть Тут не надо То есть Тут нету датчиков Задний датчик Он находится у меня на редукторе И он один На редукторе Тут не считывают ничего То есть Никаких датчиков не ставится Это башка какого года? А башка какого у нас года? Восьмого, да? А пятого Он такие В 15 лет На печке прошел Вот и везде Такое выглядит Как мое Слушай Плавающие Получается Наверное Тоже надо менять Потому что Вот смотри Вот Я его пойду Куплю Видишь Мне пизда Мне этот Сказал На автокривозе Его надо менять Короче Газой за плавающим Освободится Сейчас подъемник Загоним Будет Если сегодня Сделаешь Окей Если нет Значит Делаем 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 Ага Женись Братишка Ну грех не сделать рекламу Ссылочки оставили в описании Пацаны сделали Это вообще За полдня Вообще Я бы ебался В гараже Пиздец просто Делаем Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон